Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте продолжить тему лекарственного лечения. Поговорим о немелкоклеточном раке лёгкого. Один из наиболее интересных разделов это лечение больных с активирующими мутациями, а именно GFR-позитивным немелкоклеточным раком лёгкого. Как известно, на сегодняшний день в Российской Федерации одобрено 4 препарата для проведения монотерапии. Это препараты всем хорошо известные, первое поколение гифетиниб и эрлотиниб. Препарат второго поколения афотениб, последнее поколение третьим же оси эрлотиниб и комбинация эрлотиниба с антиангиогенным препаратом рамоцирума. И таким образом, имея такое многообразие возможностей, всегда стоит вопрос, какой же оптимальный выбор мы можем сделать, на чем он должен быть основан. Если мы берем во внимание клиническую составляющую, то одним из наиболее важных факторов, определяющих выбор лечебной тактики, является оценка распространенности заболевания, а именно оценка поражения головного мозга. И на сегодняшний день действительно это очень важный прогностический фактор. Хотелось бы напомнить, что метастазирование в головной мозг и вообще центральную нервную систему, это, к сожалению, достаточно частая история у больных раком лёгкого. Но если у больных немелкоклеточного рака лёгкого, на всю когорту, это четверть пациентов имеют такое распространение, то для АДЖФР-позитивных больных это наиболее частая локализация для метастазирования. И по мнению разных специалистов, от 44 до 63% больных АДЖФР-позитивным раком лёгкого имеют метастазов в головной мозг на разных этапах болезни. С точки зрения прогноза, я уже сказала, это крайне неблагоприятный фактор. Без лечения такие пациенты живут крайне мало и редко превышает продолжительность жизни месяц. При условии сопроводительной дегидратационной терапии кортикостероидами чуть лучше показатели, но всё равно 2 месяца. И даже такой, казалось бы, метод локального контроля, как тотальное облучение головного мозга, тоже, к сожалению, не даёт длительных ремиссий и ограничивается 5 месяцами. Однако для АДЖФР-позитивных больных, которым правильно выбрана и назначена таргетная терапия, прогноз существенно лучше. И, собственно, именно правильная лекарственная терапия этой категории больных, она меняет прогноз и не делает его настолько мрачным. И я постараюсь, в общем-то, на примере клинических исследований и, собственно, нашего опыта показать. Чувствительность и эффективность препаратов различных поколений, она существенным образом отличается. В частности, это относится к интракраниальному воздействию. Для афотениба и усимертениба, как мы видим, характерны более высокие показатели концентрации препаратов в спинномозговой жидкости. И, в принципе, мы тогда и вправе ожидать более высоких клинических ответов. Но вот, к сожалению, препараты первого поколения, эрлотиниб, гефетиниб, те исследования, которые с ними проводились уже достаточно давно, они не предполагали подгруппового анализа, который бы отдельно проводили оценку эффективности препаратов больных с поражением головного мозга. Поэтому данные чрезвычайно разрозненные, довольствуемся больше ретроспективными данными. Но надо понимать, что эффективность этих препаратов, она, в общем-то, достаточно умеренная. Есть данные, опять же, небольших исследований, что добавление лучевой терапии улучшает время без прогрессирования пациентов, получающих гефетиниб и эрлотиниб. Использовалась методика так называемой пульсотерапии, высокодозной таргетной терапии, в частности эрлотиниба. И действительно, при несколько лучших результатах именно для интракраниального контроля, к сожалению, общего какого-то воздействия на выживаемость пациентов эта методика не имела, она, в общем-то, не получила дальнейшего распространения. А вот для препаратов второго-третьего поколения, афотиниб и осимиртинибы, те клинические исследования, всем хорошо известны, серии исследований Люксланг с афотинибом и исследования Адаура, Флаура с осимиртинибом, они же предполагали подгрупповой анализ именно пациентов в зависимости от наличия либо отсутствия метастаза в головном мозге, проводила стратификация по этому критерию. И, в общем-то, результаты были показаны весьма-весьма обнадеживающе. Кроме того, есть данные доклинических исследований, которые еще раз подтверждают эффективность и хорошую проницаемость этих препаратов через гематинципалический барьер. Ну и помимо непосредственной эффективности, оцененной, да, интракраниальной, еще одна особенность, на мой взгляд, интересная и важная, была отмечена в исследованиях с афотинибом и осимиртинибом, это способность препаратов профилактировать, предупреждать метастазирование именно в головном мозге. Чуть попозже еще раз мы к этому вопросу вернемся. Поскольку не было прямого сравнения между препаратом афотиниб и осимиртиниб, как известно, исследование Флаура предполагало сравнительный анализ между осимиртинибом и препаратами первого поколения, вот мне хотелось просто предоставить данные сетевого метаанализа, которые, в общем-то, показали, что у больных с метастатическим поражением центральной нервной системы существенных различий во влиянии на общую выживаемость, в зависимости от того, какой препарат афотиниб или осимиртиниб был выбран, не было показано. Чуть подробнее остановимся на механизме действия и на препарате афотиниб. Вот представлен, собственно говоря, тот самый механизм действия, который отличает этот препарат от его предшественников первого поколения, а именно препарат обеспечивает необратимую стойкую блокаду рецепторов, не только рецепторов эпидермального фактора роста, но и всех представителей рецепторов семейства РББ. Собственно говоря, в зависимости, полагаясь на эти данные, мы вправе ожидать более выраженных противоопухолевых ответов и подтверждения клинической практики. Я уже говорила о том, что в исследованиях Люксланг 3, 6 и 7 был предусмотрен подгрупповой анализ у больных отдельно с метастазами головного мозга. Здесь хотел просто показать частоту встречаемости данного распространения данной болезни. Небольшой процент, 12-13-16 процентов у больных, это те пациенты, которые были включены в исследование с уже известным статусом поражения головного мозга. Это были стабильные метастазы в головный мозг. Некоторые из пациентов подверглись ранее лучевой терапии. И что же оказалось при сопоставлении этих групп? Оказалось, что афотениб обеспечивает достаточно хороший контроль по сравнению со стандартной химиотерапией и по критерию времени беспрогрессирования по общей выживаемости у пациентов с поражением головного мозга. Вот если мы посмотрим, вот слева, да, у нас как раз грязьки, которые отражают эффективность афотениба в сравнении с химиотерапией у пациентов с метастазами головного мозга. Вот в абсолютных цифрах время беспрогрессирования 11-11 месяцев, последний люксланг-3, чуть ниже цифра в исследовании люксланг-6, но однозначно это практически вдвое выше, чем в группе стандартной химиотерапии. И если мы, опять же, да, такое непрямое сравнение с препаратами первого поколения, да, проводим, то вот у этой, ну, как нам казалось раньше, да, более скомпрометированной, менее прогностически благоприятной группы больных с метастазами в головной мозг, мы можем добиться, в общем-то, результатов, которые мы добивались, да, говоря про всю когорту больных, подавляющую большинство которых не имело метастазов в головной мозг, при терапии гефтенибом и эрлотенибом. Это больные с метастазами в головной мозг, и только таргетная терапия оценивалась эффективность данных исследований. Что касается пациентов без поражения головного мозга метастатического, конечно, здесь ожидаемые результаты лучшие, и если мы сравниваем вот с Лен-Люкс-Ланг-3, то здесь 14 месяцев медианы времени без прогрессирования против 8 в группе с химиотерапией. Собственно, здесь, ну, та же самая, да, тенденция к более высокому длительному контролю за болезнью именно на таргетной терапии. Ну, вот еще один график, это уже объединенный анализ исследования Люкс-Ланг-3 и Люкс-Ланг-3, пациенты, которые имели метастазы в головной мозг на момент включения в эти исследования. Видим, что здесь также подтверждается, да, снижение риска прогрессирования на 50% с медианой времени без прогрессирования около 8 месяцев. Как известно, больные с делецией в 19-м экзоне, такой наиболее часто встречающийся вариант активирующих мутаций гения GFR, это прогностически более благоприятная ситуация. И вот опять же, в данном случае тоже этот анализ демонстрирует, что больные с метастазами в головной мозг, с делецией в 19-м экзоне, у них вот результаты лечения несколько лучше. На месяц мы видим медиану времени без прогрессирования оказалось выше. И вот тот интересный факт, о чём я уже говорила, это профилактирование, да, отсрочка в появлении метастазов в головной мозг на фоне таргетной терапии фотениба. Вообще, ну, клинически, да, кто такой опыт подсказывает, что когда мы видим больного, у которого исходно из поражения головного мозга, мы, в общем-то, априори, когда назначаем ему лечение, мы всё время контролируем обязательно головной мозг достаточно часто, потому что именно оттуда мы ждём подвоха, даже часто бывает бессимптомное прогрессирование. А вот в случае с фотенибом, по данному анализа, оказалось, что совершенно обратная ситуация. У пациентов на фотенибе, те, которые имели метастазы в головной мозг исходно, частота прогрессирования, которая выражалась бы в появлении новых метастазов либо увеличения имевшихся, составила 30% всего, а у больных экстракраниальное прогрессирование 52%, то есть вот верхняя кривая – это частота появления прогрессирования вне головного мозга. А в группе больных, у которых исходно не было поражения головного мозга, да, здесь частота составила всего 6% интракраниального прогрессирования против 78% экстракраниального. Вот есть такая, получается, особенность, биологическая особенность препарата действительно не даёт… Опять же, если вспомнить один из первых слайдов, что и GFR-позитивные пациенты, у них чаще развиваются метастазы в головной мозг, и здесь мы видим такое защитное, да, действие оси мертенеба. И, собственно говоря, вот опять же тот самый сетевой анализ, метаанализ, который также подтверждает, что у больных, у которых исходно не было поражения головного мозга, тоже влияние на общую выживаемость не было отмечено в зависимости от того, какой препарат второго или третьего поколения был назначен. Для оси мертенеба тоже характерна вот эта особенность, те же самые цифры демонстрируют именно способность профилактики вот этих метастазов новых в головном мозге на фоне таргетной терапии. Ну вот ещё одно подтверждение, это опять же уже такой объединённый анализ люксланг 3,6 и 7. Здесь, если мы посмотрим, то через год приёма афотенибы на отметке 12 месяцев, частота прогрессирования в головном мозге составила всего 2%. Таким образом, на мой взгляд, достаточно аргументов в пользу выбора лечебных опций у больных с поражением головного мозга в сторону препаратов второго поколения, в частности афотениба. Я почему на этом делаю акцент, потому что у нас немножко сместились акценты, когда появились результаты флаура, и все считают, что вот это единственное показание для пациентов с поражением головного мозга, хотя мы видим, что есть препарат, который, в общем, демонстрирует высокую интракраниальную активность. Мне хотелось бы поделиться нашим опытом. Это уже достаточно давняя история, у нас проходило предрегистрационное исследование в центре, около 60 пациентов было пролечено, это далекие 14-15-е годы, и всего было, я же сказала, 60 пациентов, включено 20%, были мезлоотстазы в головной мозг. Небольшая группа пациентов, естественно, что тут мы не претендуем на достоверность в плане статистической какой-то, но тем не менее, в общем, мне кажется, результаты они достаточно показательны. Те больные, у которых метастазов в головной мозг не было, медиана времени без прогрессирования почти 18 месяцев и 13-40 месяцев, это результаты лечения больных, у которых исходно было поражение метастатического головного мозга. И по общей выживаемости здесь данные абсолютно оказались идентичными. Естественно, что мы не можем преуменьшить роль локального контроля, то, что есть современные методики лучевой терапии, которые могут применяться на разных этапах стереотоксирования, техническая лучевая терапия. Но, тем не менее, мы видим, что на сегодняшний день прогноз больных с метастазами в головной мозг и GFR позитивных, он, конечно, во многом определяется правильно выбранной лечебной тактикой и реально в наших руках немножко ситуацию переломить в лучшую сторону. Мы видим, что наши данные, они даже немного лучше оказались, чем данные международные по времени беспрогрессирования. Здесь, напомню, 8,2 месяца, где она вообще выживаемостью 22,4 месяца. И еще раз не хотелось бы, но это уже так клинически больше аспект коснуться, это особенности оценки эффективности таргетной терапии. Все клиницисты, которые работают с этими пациентами, знают, что если в монохинотерапии появление новых очагов всегда расценивали как прогрессирование заболевания и сигнал к смене терапии, то таргетная терапия, конечно, дает нам больше возможностей для творчества. И, в частности, это касается больных с поражением головного мозга. Если на каком-то этапе болезни мы видим, что при сохраняющемся экстракраниальном контроле на болезни, при использовании таргетных препаратов появился очаг в головном мозге, несколько очагов в головном мозге, то это повод для мультидисциплинарного консильма, приглашения радиологов, приглашения нейрохирургов и обсуждения дальнейшей тактики ведения. Мы радуем за то, что если есть, опять же, контроль за экстракраниальными проявлениями болезни и хорошая переносимость, мы оставляем таргетную терапию и добавляем методы локального контроля. Это дает хорошие результаты. Мы помним о потенцировании эффектов двух этих методов лечения. Ну, собственно говоря, на этом мне хотелось бы закончиться и еще раз остановиться на основных моментах, что для GFR-позитивных пациентов, которых мы уже теперь активно ищем, находим, золотым стандартом лечения является таргетная терапия, эффективность препаратов, она различна. Здесь мы можем сделать правильный выбор для каждого пациента, найти тот оптимальный вариант лечения, который бы ему подошел и обеспечил наилучшие и отдаленные результаты, хорошую переносимость. И на сегодняшний день сравнительные данные об эффективности афотениба и афсимертениба у пациентов с поражением головного мозга, они, в общем-то, показывают сходные результаты, поэтому это дает нам основание для выбора того или иного препарата в качестве первой линии для лечения пациентов. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...